Девушки отдыхают Им предстоит справляться с бедами и заключенными в тюрьмы штата Вайоминг. Худшие тюрьмы Америки одни и против всех. В пустыне неподалеку от города Роулинс находится единственная в штате Вайоминг тюрьма особо строгого режима. Вот она, тюрьма штата Вайоминг. Дом самых опасных заключенных штата. Их осудили за убийство, изнасилование и ряд других злодеяний. Оказавшись за решеткой, они вовсе не прекратили нарушать закон. Некоторые нападали на охранников, некоторые сбегали. Случались даже убийства. Чтобы управлять такими осужденными, нужны первоклассные надзиратели. Однако штат тюрьмы постоянно недоукомплектован, что опасно. Здесь должны работать 247 охранников. В данный момент их около половины. Даже заключенные знают, насколько ужасно положение. С тех пор, как я и здесь, охранников всегда не хватало. Сколько их у нас, не считая новичков, около 12%, да? Уже должны были прислать национальную гвардию. За последние 2-3 года мы потеряли множество сотрудников. Они приходят, поработают, ужаснутся, а потом уходят. Начальнику тюрьмы Майклу Мерфи приходится конкурировать с цветущей нефтяной промышленностью штата. Они платят гораздо больше, чем мы сейчас сможем. Они главные наши конкуренты. Им нужны точно те же люди, что и нам. Конкуренция заставила сделать Мерфи удивительный ход. Тюрьма начала рекрутировать надзирателей в Штатах с высоким уровнем безработицы. Мы едем в Штаты, где людям нужна работа, рекламируем, зазываем. На работу в Вайоминг уже приехали 30 человек. Эти разные люди съехались со всей страны. Общее у них одно. Никто из них еще не работал в тюрьме. Ты в мужском учреждении, будь властным. Ладно, назад, нет. Назад, ясно? Начальник хочет, чтобы они приступили к работе как можно скорее. Поэтому всего за 9 недель им нужно научиться от режима и процедур до чрезвычайного реагирования. Назад. Келли Купер, мать двоих детей, ей 27. В Мичигане ее сократили в должности охранника в больнице. Сейчас дела в мичиганской экономике плохи, поэтому пошло множество рекламы про Вайоминг про то, сколько здесь работы. Я обратила на это внимание. Я пошла на ярмарку вакансий и неожиданно увидела управление исправительных учреждений штата Вайоминг. Подошла и спросила, а что у вас? Ее семья поражена переездом. Они выражают удивление. Господи, не верится, что ты будешь работать в тюрьме. И в тюрьме не местного масштаба. В учреждении особо строгого режима. Что ты сделаешь, если на тебя пойдет 140-килограммовый мужик? Ты берешь и пропускаешь переднюю руку. Твоя рука была здесь, бьешь тыльной стороной и захватываешь шею. Трэвис Депалма недавно кончил колледж по специальности уголовная юстиция. Я располагающий к себе человек. Я легко сопереживаю множество людей. Если кто-то не в духе, я смогу помочь. По-моему, я смогу установить контакт с заключенными. Я почти уверен в этом. Он надеется начать в Вайоминге длительную карьеру. Не хочу прослыть жестоким надзирателям. Не хочу быть с ними за панибрата. Хочу, чтобы они меня уважали. А я смог в ответ уважать их. Бывшему морскому пехотинцу Брайану Мойеру, 52. Экономические трудности в Мичигане заставили его ехать на запад. Вообще-то я наемный плотник. В 2002-м в экономике начались проблемы, и мне пришлось устроиться охранником в казино. Сменив три места, Брайан готов попробовать четвертое в области с надежным будущим. Здесь надежно, не надо думать об экономике. Люди совершали преступления во все века. Необходимость в изоляции и места их заключения будут всегда. Сейчас я завладею инициативой. Основа тренировок, новых рекрутов, техника защиты. Способы отвлечь внимание и завладеть преимуществом в бою. Правильное использование наручников, чтобы надзиратель всегда управлял ситуацией. И несмертельное оружие как способ быстро и действенно подавить заключенных. Им важно научиться всему. Заключенный нападает внезапно. Это происходит во всех тюрьмах страны. Заключенные бросаются на охрану. Жертвой может оказаться даже опытный надзиратель. Все идите сюда. Хочу показать, что не показывал вчера. Сегодня будущим надзирателям предстоит выучить технику контроля при сжатием точек. Я собираюсь надеть на него наручники, и почему-то у меня не выходит. Я проделаю всю операцию при открытых наручниках. Он начнет сопротивляться. Наручник даже не закрыт. Я просто использую давление. Готовы? Поехали. Келли Купер уже проявила себя как одна из лучших учениц. Сделай шаг назад. Но она только учится. Потеряла его большой палец. Терять не надо. Грег Мерфи, охранник с 15-летним стажем, считает, что работа по силам не всем рекрутам. Эта работа не для всех. Надеюсь, они это поймут, прежде чем подпишут контракт с управлением исправительных учреждений Вайоминга. Многие приходят на тренировки, видят, что происходит, и уверен, думают, куда я влез? Все это не для меня. Готовы они или нет, рекруты скоро окажутся в тюрьме с темным прошлым, преследующим каждого входящего надзирателя. Утром 26 июля 97-го года младший сержант Уэйн Мартинес в одиночку работал в кабинете дежурного, куда могут входить лишь служащие. Каким-то образом в комнату забрались трое заключенных и напали на Мартинеса. Я считаю, что он не был на посту. Думаю, он этого не ожидал. Произошедшее изменило тюрьму штата Вайоминг навсегда. Заключенные нанесли ему многочисленные колотые ранения и добили огнетушителя. Уэйну Мартинесу было 27. Младший сержант Мартинес был моим мужем. Я знаю, что он обязательно сопротивлялся, пока они такое с ним вытворяли. Он дрался, как мог, но их было больше. Троих преступников быстро поймали. Двое получили пожизненный срок, третий ожидает казнь. Старый северный корпус, где произошло убийство, теперь брошен и находится в 90 метрах от современной тюрьмы. Он ежедневно напоминает каждому охраннику тюрьмы штата Вайоминг, чтобы тот никогда не терял бдительности. Хотя заключенные могут уйти в себя вежливо и так далее, что-то вдруг случается, не так их накормили, не дали лекарства, не дали таблетку от головной боли. И они могут вылить свой гнев на тебя. Не все психически уравновешенные. И никогда нельзя думать, что заключенный ваш друг. Любой из них все время опасен. Когда заключенный нападает на надзирателя, в руках того единственное оружие — перцовый аэрозоль. Как не хочется. Чтобы его получить, каждому охраннику придется испытать его действия. Внимание! Мы даем вам пароль, и вы заходите внутрь. На карточке написано три слова. Рыба, лошадь, свинья. Прежде чем зайти в сарай, каждый рекорд услышит свое животное. Лошадь! Им нужно найти его и написать внизу свое имя. Сарай наполнен перцовым аэрозолем. Его изготавливают из жгучего кайенского перца. Он заставляет закрыть глаза и затрудняет дыхание. В редких случаях вызывает смерть. Следующий — рекрут Трэвис Депалма. Готов? Пошел. Депалма! Написав имя, он должен доказать, что сможет преодолеть боль и успеть заковать человека в наручнике. Упражнение непростое. Трэвис должен знать, что если на дежурстве попадет у облака спрея, или того хуже баллончик достанется заключенным, он сможет удержать инициативу. Открой глаза и повернись к ветру. Водой сделаешь только хуже. Открой глаза и повернись к ветру. Давай, открывай глаза. Я не могу. Помогай руками. Вот так, молодец. Заставь себя. Мигни мне пару раз. Будет ныть день или два, потом все пройдет. Опыт хуже некуда. Так, будто глаза шкуркой трут. Начинаю приходить в себя. Думаю, это всего один из наших инструментов. У нас большой выбор, а это одно из крайних средств. С перцовым аэрозолем не стоит шутить, он крайне болезненный. Господи. Упражнение окончено, как и напряженный девятинедельный курс. Завтра рекруты станут надзирателями. Начальнику тюрьмы, которому так хочется укрепить штат, пришлось ждать. Но и заключенные ждали. Они поприветствуют новых охранников по-своему. Келли Купер и Трэвис Депалма окончили курс тренировок только вчера. Сегодня они приступают к работе в тюрьме штата Вайоминг. Они понимают, что работы будет много. 46 рекрутов прошлого года, почти треть проработали меньше года. Я волнуюсь. А я пока нет. Когда мы войдем, все будет по-другому. Думаю, дело... В ожидании того, что может случиться. Да, ожидание, подходящее слово. Сигнал к перекличке. А новых надзирателей распределяют по блокам. Ради проверки их подготовки рекрутам придется дежурить во всех блоках, даже самых опасных. Вы отправляетесь на работу. В каком-то смысле мы бросаем вас на съедение волка. И все равно вы будете работать прямо там, в отделении. В блоке Е сидят самые агрессивные преступники тюрьмы штата Вайоминг. Они доставляют служащим и сокамерникам массу хлопот. Здесь же находятся смертники. Трэвис идет один, Келли отправляется в обычный блок Б. В тюрьме шесть жилых блоков. В каждом есть центр управления, откуда охрана следит за двумя-тремя отделениями. В отделении до 41 камеры. Изначально камера рассчитана на одного, однако из-за нехватки мест в большинстве камер тюрьмы Вайоминга сидят двое. В блоке Б Келли окружена осужденными. Охране не положено знать об их прошлом. Поэтому Келли не имеет понятия, кто был замешан в насилии, а кто нет. Обычно в отделении работают двое надзирателей. Из-за недокомплектации Келли дежурит одна. В случае чего первому надзирателю придется пройти минимум одну сдвижную дверь, чтобы прийти на помощь. А это займет время. Всего несколько секунд, но заключенный как раз успеет напасть на охранника. Я волнуюсь. Начинаешь нервничать и думать, «Боже, здесь 75 мужчин и я». И что дальше? Пока они передо мной и видно, чем они заняты, они не нарушают личного пространства. То есть находятся в 60-80 сантиметрах. Я спокойна. Когда они приближаются, я начинаю нервничать. Мне хочется сказать, чтобы они отошли. Некоторые заключенные, рядом с которыми находится Келли, совершили ужасные преступления. Джеймс Уайли сидит с 90-го года за убийство своей семьи. Когда мне было 15, я убил троих братьев, мачеху изжег дом. И мне дали 4 пожизненных срока. Вообще, чем-то было похоже на охоту на крупную дичь. Совсем нетрудно было нажать на курок. Я понимал, что делаю. Был хладнокровен. Хотел убить и как можно быстрее. Убив мачеху, Уайли лишил жизни Брэм. Я помню, что упал вперед из-за тихо. А мне вообще казалось, что я сделал правильно. Избавил его от страданий. И от такой мысли я пришел в восторг. Он очень меня любил, но тогда я этого не знал. Я был никчемным. Ни о чем не думал. Был как тупой робот. Тогда Уайли считал, что смерть семьи выше интересов. Я убедил себя, что если сделаю что-то плохое, все остальное исчезнет, само собой. Но это не помогало. В том возрасте я запутался и совсем отчаялся. И натворил бед. Я убил их. Уайли лишь один из осужденных, за которыми будут следить рекорды. Ежемесячно прибывают еще 60. Пытаясь снизить это число, тюрьма штата Вайоминг участвует в специальной программе. В тихом помещении трое убийц встречаются с консультантами, чтобы обсудить поведение трудных подростков, рискующих угодить в тюрьму. Еще он говорит, что слышит голоса, думает, что это дьявол. Он заставляет его совершать поступки, показывает красочные картины. Программа «Доступ и пропаганда» сводит преступников и подростков, начиная с 82-го года. Он очень агрессивный. Многие в семье связаны с преступной бандой. Один из осужденных – Мартин Гэбриэл. В припадке ревности Гэбриэл застрелил любовника жены и получил пожизненный срок. Я не был гангстером. С наркотиками не связывался. Скажем, я был гражданином, которым овладел гнев. Что я мог поделать? Попав за решетку, Гэбриэл заработал дополнительный срок за нападение на сокамерника и попытку побега. Но теперь он не борется ни с заключенными, ни с системой. Напротив, он хочет стать наставником проблемных детей. Думаю, если бы у меня был наставник, я бы здесь не оказался. Он младший? Старший или средний? Какой? Один из приглашенных подростков – участник шайки, не умеющий справляться с яростью. Насилие у них в семье. Он постоянно видит картинки в голове, всегда говорит об убийствах и пытках. Гэбриэл считает, что со своим прошлым он сможет до него достучаться. Он часто хочет в тюрьму, потому что жизнь здесь легче, и его защитят земляки. Судя по его словам, это для него вроде знака отличия. Но, наверное, мы ему просто объясним, что с ним сделают земляки. Заключенные знакомы с тяжелыми тюремными условиями и знают, что творят некоторые зэки, несмотря на последствия. Заключенных, которые дерутся, не подчиняются приказам или нападают на охрану, наказывают особо. Отправляют сюда, в нору, блок Е. Здесь заключенных запирают, заставляя проводить в камере по 23 часа в сутки. Выпускают всего на час. За это время они могут принять душ, потренироваться или посмотреть телевизор. Но опять-таки в одиночку и в заперти. Вывод заключенных на занятия и с занятий это самое трудное для надзирателей блока Е. Первый рабочий день новобранец Трэвис Ди Палма займется игре. Занятия окончились. За 9 недель научили, чему смогли, а теперь фактически бросают в самое пекло. Теперь будем учиться, как на самом деле, как нужно работать в реальности. В любом случае, сегодня придется понервничать. Значительные перемены для Трэвиса, который до этого работал только в универмаге. Да, все одно. В универмаге у тебя есть задача помочь людям найти то, что они ищут, а здесь немного по-другому. Так что, если говорить об отличиях, я в тюрьме, но все равно работаю с людьми. Прием пищи. Однако тот, с кем сейчас столкнется Трэвис, не покупатель. Он закоренелый преступник с знаменитой агрессивным поведением. На воле он убил человека отверткой. Трэвис окажется на его территории. Прежде чем открыть дверь, надзиратель надевает ему наручники и закрывает замки, чтобы тот их не снял. Нижняя опускная дверца позволяет сковать заключенному ноги. Только после этих мер они могут открыть дверь. 204-й. Заключенный знает, что Трэвис неопытный новичок. Но Трэвис должен позаботиться о последней мере защиты цепи на пояс, пристегнутый к кандалам. Слишком туго? Расслабь. Так нормально? Да. Подними руки. Подними руки. Вот так. Вот так ты работаешь? Да, вот так. Вот так отводишь мне руки? Да. Да ладно, я просто спрашиваю. Можно повернуться? Да. Выходи. Здесь много дел. Мы постоянно сопровождаем заключенных. Вот так и день проходит. Работая с потенциально опасными осужденными, Трэвис должен быть на чеку. На первом дежурстве он напряжен. А только что ему сообщили, что смена будет дольше. Сегодня я должен работать сверхурочно. А что так? У нас есть список внеурочных дежурств, и если мало народу, приходится отрабатывать. Поэтому буду работать. По крайней мере, 4 часа. Обязательное сверхурочное и временное решение в условиях нехватки тюремных надзирателей. Охранники тюрьмы Вайоминга в среднем перерабатывают 23 часа в месяц. Вызванная усталость может сказаться на работе Трэвиса и остальных новичков и подвергнуть тюремный режим опасности. Тюрьма Вайоминга принимает самых страшных преступников Штата. Новые бунтари прибывают каждую неделю. Каждую неделю и хотя бы одному из них 20 лет или меньше. Проходим сюда. Строитесь лицом ко мне. Это хотят изменить с помощью просветительской компании. Габриэл и остальные заключенные расскажут правду о жизни за решеткой. Юных нарушителей привезли по решению суда. То, что они услышат, редко рассказывают чужакам. Итак, во-первых, веселье кончилось, поняли? Служащие рассказали первую часть. Теперь наша очередь. Хотите сюда попасть, продолжайте в том же духе. Мне плевать. Что смешного? Ничего. Что смеешься? Не смотри на него, он тебе не поможет. Как только подростки попадают в комнату, заключенные накидываются на них с суровой правдой тюрьмы. Здесь царит боль. Болит психика, чувство, тело. Запомни это слово. И не забывай всю свою паршивую жизнь. Здесь клуб избранных преступников. Рассказы осужденных не преувеличены. Однако они не все время дерутся и нарушают порядок. Иногда свидетелем, чему стал Брайан Мойер, они просто шкурят. Даже рутинная процедура, вроде водворения заключенных в камеры для переклички, может обернуться сопротивлением. Время пересчета, двигаемся. Давай, открывай дверь. Открываю, встаньте у дверей. Пока Мойер пытается вернуть осужденных в камеры, на него выливается поток оскорблений. Пропустил их дверь, знаю. Я понял, проходи, закрой дверь. Благодарю покорно. Давай, заходи. Я знаю, знаю. Давай, иди. Когда я только вошел, меня стали звать вонючим новичком и так далее. Ну, вы знаете, что это за новый урод? Если проглотишь наживку, навсегда окажешься у них на крючке. Поэтому я говорю, игнорируй, будь толстокожим. Одно дело, ругань. Однако у охраны тюрьмы Вайоминга есть куда больший повод для беспокойства. Люди думают и говорят про это каждый день. Волнение читается по глазам. Если что случится, хватит ли у нас людей подавить, например, бунт в отделении, а вдруг массовый мятеж, пусть даже половина заключенных. Есть у нас под рукой необходимые сотрудники? Это просто не выходит из головы. Даже если вся охрана на месте, всегда что-то да может вспыхнуть. В случае бунта тюрьма не ответит численностью, но силовые методы всегда в мальчей. Отряд специального реагирования неустанно готовится к экстренной ситуации. Отборная команда из 20 специально подготовленных надзирателей дежурит круглые сутки. Чаще всего им приходится силой справляться с заключенными, устроившими беспорядки в камере. Утром в среду заключенный в блоке Е завесил окно на двери полотенца. Снимай полотенце! Быстро вышел и надел наручники! Пошли! Внутри он способен на все повеситься, напасть на сокамерника, смастерить оружие, прорыть туннел. После отказа подчиниться, бойцы наполняют камеру перцовым аэрозолем, чтобы поставить его на колени. Прямо сейчас дадим газу немного осесть, чтобы он начал действовать на дыхательные пути. Тогда уступить будет разумнее, чем упрямиться. Сержант Шон Келли, командир отряда особого реагирования. Громко повторяя приказы, мы пытаемся заставить его подчиниться. Оно, иди сюда, надевай наручники! Да пошел ты! Заключенный снял полотенце, но отказывается надеть наручники. Сопротивляясь, он остается в другом конце камеры. Теперь мы решаем войти в камеру. Мы поняли, что газ подействовал недостаточно, ведь он не стал надевать наручники. Надзиратель открывает дверь, но та не поддается. Она заблокирована полотенцем. Не зная, какие ловушки он еще подготовил, отряд открывает дверь и врывается внутрь. К счастью, на этом сюрпризы закончились. Ему надевают наручники, на руки за спиной. Для его и нашей безопасности в камеру входит как можно больше людей. Не хотим, чтобы кто-то пострадал. Отряд особого реагирования располагает множеством оружия, амуниции и средств защиты и может разрешить почти любую ситуацию. Здесь сейф с длинноствольным оружием. Мы охраняем периметр с Ремингтоном 870. Вот 37-мм ракетница. Это пистолет ГЛОК-17. Отряд регулярно обыгрывает экстренные сценарии, совершенствуясь во владении оружием. Одно из их средств лишает боеспособности, но не убивает. Эффективный электрошок М26 посылает в тело заряд 50 тысяч вольт. Его хватит, чтобы завести автомобиль. Представьте самую невыносимую боль. Крайне неприятно. Пусть меня лучше подстрелит из обычного пистолета. Полностью согласен. Электрошок больше не применяют в тюрьме, но бойцы все же покажут его в деле. Я нервничаю, но хочется все-таки попробовать. Приготовься, начинайте. Давай. Как видите, выводит человека из строя. В него вонзились эти иголочки. Вот, мы не хотим, чтобы кто-то пострадал. По этим проводкам идет ток. Однако оружие действует, если преступник находится в пределе досягаемости. Заключенные тюрьмы штата Вайоминг знамениты побегами. Один из них просто мастер по этой части. Охрана тюрьмы всегда на чеку и следит за любыми признаками назревающего пункта. Но причиной переполоха может стать не толпа, а всего один заключенный. Еще не оказавшись в тюрьме, я вроде как знал, что сбегу. Находясь в старом северном корпусе, осужденный убийца Джеймс Вайли обнаружил гениальный метод побега, суть которого свелась к наблюдательности. Я понял, как сбежать, просто наблюдая за животными. Я видел, что кролики проходили сквозь колючую проволоку, пока они не обращали внимание, что она их не резала. Я следил за койотом. Он шел необычно, вроде как пригнув голову, смирно так и его не замечали. Тогда я понял, вот так и нужно идти. Главную часть плана обеспечил другой койот. О ней Вайли ничего бы не узнал. Я следил за койотом, и один раз он шел у забора, встал у ворот, долго смотрел на тюрьму, а потом развернулся и сошел в канал. Я ждал, пока он выйдет, но его след простыл. Тут до меня дошло, что там ров. Вайли дождался нужного момента, перемахнул через забор и скрылся в канале. Прячась в ней, он перебежал в пустыню и оказался в городе. Побег стал огромным испытанием. У всех волосы дыбом встали. У него, думаю, тоже. Служащие очень перенервничали. В конце концов, его сдал друг, но он пробыл 4 дня на свободе. Наверное, больше я не убегу. Я пообещал начальнику и остальным, что буду жить здесь. Я устанавливаю для них сроки. Например, я не убегу в следующие 4 года. Говорит, что никогда не хочется. Как считаете, сейчас можно сбежать из тюрьмы? Да запросто. Если честно, я бы убежал за 2 минуты. Пусть Уайли так думает, однако сбежать из нового корпуса гораздо сложнее. Теперь тюрьма обнесена забором, чувствительным к прикосновению. Стоит его коснуться, в главном охранном пункте включится сирена и укажет точное место прохода. Мощно вооруженный патрульный транспорт, двигающийся вокруг тюрьмы 24 часа в сутки, окажется на месте за секунду. Стреляя, они целятся в сердце. Если кто залезет на забор, мы остановимся и прикажем слезть. Если он не слезет, мы обязаны выстрелить. Мы делаем одно устное предупреждение. Больше никаких выстрелов в воздух. Оружие носят лишь надзиратели, охраняющие периметр. Но Келли Купер внутри, а численность осужденных гораздо больше. Если заключенный соберется напасть, новичку придется положиться лишь на выучку и мускулатуру. По-моему, физические тренировки помогают от них не отстать. Ведь заключенные качаются. Им больше делать нечего. И если надо с ним справиться, одной технике мало, нужна сила. Во время дежурства в блоке Б Келли Купер быстро привлекает внимание всего отделения. Они могут взять верх в любой момент. Но некоторые пытаются перехватить инициативу проще. Заводят личные разговоры. С женской точки зрения? Не знаю. По-моему, нормальная у тебя стрижка. Я не знаю. А ты какую хочешь? Можем на лосо обрить. Они начнут устанавливать личные отношения. будут узнавать, кто женат, есть ли дети, будут вести себя располагающим. Да я самый обыкновенный. Они играют в свои игры или пользуются хорошим расположением, или запугивают и по-другому стараются ими управлять. Келли должна быть осторожна. Если она чересчур освоится среди заключенных, ее бдительность может упасть, а несобранный надзиратель может навредить и себе, и тюрьме в целом. Прямо сейчас мне непросто, потому что хочется им посоветовать, во всем помочь. И вдруг, ой, а я не могу, понимаете? Заключенные блока А испытывают новичка Трэвиса Ди Палму по-другому. Не дают ему засиживаться на месте. Этим заключенным разрешено ходить по отделению в установленные часы, но выпускает и впускает их Трэвис. Когда они видят, что ты занят, тогда и начинают издеваться. Гоняют, пытаются вымотать, потому что к двум часам дня так устаешь, что ни на что не обращаешь внимания. Если заключенным удастся вывести Трэвиса из себя, они смогут написать жалобу. Каждый день не отвязаться от заключенных. Они орут про одно, про другое. Скоро это надоедает. Я здесь пару недель, и это уже доводит. Сквозь те две недели Трэвис все еще учится ладить с осужденными. Они прицепились к нему с первого дня. Охранник, который дежурит, молодой, следует всем правилам. Похоже, он робеет, вот и начинает из себя строить, понимаете? Я уже слышал, как двое парней сегодня говорили, он им не нравится, все из-за того, что он пришел и нарушил границы. Слушай, отвали, я все равно опять выйду. Пока он не знает, что с нами можно, а что нет и делает, как в книжке написано. Новички следуют правилам, а опытные надзиратели спокойнее и больше нам опрощают. Трэвис хочет применить знания, полученные в колледже и на тренировках. Но заключенные уже не взлюбили надзирателей, значит, впереди еще больше козней. подросткам участникам программы по перевоспитанию пора обедать. Заключенные, описывающие ужасы тюрьмы, сопровождают их в столовой. Не крутитесь. Осужденные рады любому разнообразию. Появление группы подростков дает им шанс поломаться. им нравится парень в коричневом. Я жду любви. Они только шутят, но и это действует. Джентльмены, это не то место. Вот что, это самый важный момент. мы все утро рассказывали о тюрьме. Только что вы были в столовой. Скажите, я соврал. Сами убедились и поняли, когда вошли. В комнате для встреч осужденные дают совет каждому малолетнему нарушителю, как не попасть в тюрьму. И внимание опять привлек член шайки. Вокруг тебя много злобы. и с родственниками проблемы, и по соседству шпана. Ты столкнешься с трудностями, с которыми обычный человек может не справиться. Докажи, что ты сможешь. Докажи это. Измени свою жизнь. Захоти ее изменить. Нужно сделать шаг назад и сказать нет. остановиться не поздно. Я скажу тебе, если ты в банде, это не жизнь. Хочешь измениться? Да. Вот что скажи. Если они пригрозят трепкой, пускай. А если трижды? Соглашусь, наверное. Не наверное. Точно. Молодчина. Похоже, обстоятельства против этого юноши, и тем не менее, программа помогла 90% участников не оказаться в тюрьме. Возможно, этот подросток один из счастливчиков. Не люблю, когда меня вот так хают. Я не понял, что они не наезжали, а пытались помочь, говорили, что это гиблое место. Теперь хочу исправиться. После того, как тут осмотрелся. Не думал, что все так получится. Подростки увидели страшную картину тюрьмы и осужден. Действительно. Заключенные могут сбунтоваться в любой момент. Новичок Брайан Мойер, дежурищий в блоке Б, учится видеть признаки того, что заключенный приходит в ярость. Основное здесь иметь шестое чувство. Нужно следить за языком тела, взглядом, смотреть на руки, слушать, если голос повысился. Это и есть предупреждение. Брайан сопровождает заключенного, который только что повздорил с ответственным за его дело. Он возбужден. Надзиратели ведут его в камеру, но прежде чем открывается дверь, он почему-то срывается. Напряжение растет, и Брайану нужно решать, как реагировать. он тянется за перцовым аэрозолем. Если он применит его, ситуация окончательно испортится. Брайан работает две недели, и вот нужно принять ответственное решение. Заключенный вышел из-под контроля. Брайан должен найти выход. Остальные жители Блока Б смотрят, как он поступил. Один человек почти получил порцию спрея, потому что я уже достал баллон. Но он этого не знал. К счастью, Брайану удается разрядить обстановку, прежде чем случится взрыв. Если бы он применил силу, я бы воспользовался аэрозолем. Один из напряженных моментов того дня, но новый надзиратель Мойер был готов. Баллон был в руке, я держал палец на распылителе. Пусть он здесь как рыба в воде, но мы за ним смотрим. Мы здесь главные. Изолировав бунтаря в пустой камере, Брайан с коллегами в наказание выносят все его вещи из старой камеры. Конфискация. Так, контрабанда. Что там? Порнуха. Порнушкой балуешься? Я перетряхнул матрас, вижу порнография. Теперь я составлю рапорт и сделаю, как прикажет начальник смены. Порнуха запрещена. Никакой ноготы, ничего такого. В тюрьме штата много правил. Надзиратели новички должны следить за их соблюдением. Одно из правил напрямую касается безопасности охранников. Новобранец Тревис Депалма заставляет заключенных слушаться черно-желтых линий. Черно-желтые линии, которые вокруг конторки и повсюду в отделениях, это, грубо говоря, границы. Заключенные не должны их пересекать. Если они хотят обратиться, то должны отойти. У тебя есть защитная полоса, зона спокойствия, которая проводит черту между тобой и остальными. Я знаю надзирателей, которые подходят к заключенным вплотную. Предпочитаю, чтобы между нами было хоть полметра, метр. Если что, я успею отреагировать. Тревис открывал камеру, когда, казалось бы, рядовой конфликт начал выходить из-под контроля. Оказывается, что правил придерживаются далеко не все. Он хотел войти обратно, и я пошел его запереть, но тут он зажал дверь ногой и не давал мне закрыть. Я сказал, убери ногу, и тут начались пререкания. Тогда я плюнул и пошел вниз. Это случилось на верхнем ярусе, и я спустился к конторке. Он подходит ко мне вплотную. На глазах всего отделения заключенный кинулся к Тревису с руганью и проклятиями. В конце концов, это меня достало. Больше стоять я не мог. Я тут же отправил его под замок. Я его запер, перевел на временный ограниченный режим, заполнил все бумаги, и он до сих пор сидит там. Несмотря на нежелание быть излишне строгим, Тревис незамедлительно проявил жесткость, почувствовав, что это необходимо. Его поступок стал сигналом всему отделению. Вообще, я рад, что его запер. Теперь ребята в отделении знают, что я не буду терпеть. Они знают, что нельзя мне орать в лицо и грозить. Надо слушаться, когда я приказываю успокоиться и отойти. Я не буду стоять и терпеть. Не за этим меня нанимали. Так что просто стоять я не буду. Новичок Кейли Купер проходит собственную проверку во время рутинного пересчета в блоке А. Когда она пытается водворить заключенных в камеры, один не хочет заканчивать телефонный разговор. После двух предупреждений Кейли связывается с помощником. Разъедините, пожалуйста, телефонные связи. Я же не могу зайти, пока дверь закрыта, да? Как и все, можешь подождать перед дверью. Возможно, заключенные считали ее никчемным новичком. Однако Кейли Купер показала, что не даст с собой верховодить. Рекруты проработали в тюрьме две недели. За это время они успели столкнуться с трудностями этой порой опасной профессии. Скоро тюрьма штата Вайоминг начнет готовить новую группу. Эти разные люди съедутся со всей страны и вместе будут учить все, что им покажут на тренировках. Однако настоящие занятия начнутся только на работе. Среди заключенных тюрьмы особо строгого режима штата Вайоминг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok